Всем привет! С вами канал Черепахи.ру. Этот материал про красноухих черепах и их содержание в неволе. Красноухие черепахи – это всего лишь один из трех подвидов желтобрюхих черепах, или трахемискрипта по латыни. Почему-то именно этот подвид был выбран американцами, европейцами и китайцами для разведения и дальнейшей продажи по всему миру. Именно красноухим черепахам принадлежит пальма первенства среди черепах, которых содержат дома. Этот подвид был выбран за неприхотливость в содержании, внешнюю красоту, яркость, а также легкое размножение в неволе. У красноухих черепах яркая краска – зеленый панцирь сверху, желтый снизу, ярко-красные полоски ушки по бокам головы. Конечно, эти полосы не являются полноценными ушами, уши у черепах круглые и закрыты кожей. В зоомагазинах и уличных торговцев можно встретить черепашек по 3-5 см, которых называют карликовыми. Но эти карликовые черепахи за первый год могут вырасти до 7-10 см, а потом к середине жизни достигнут 15-20 см и даже в редких случаях 28 см. Самцы обычно меньше самок, отличаются курносым носом, более длинным и толстым хвостом, а также длинными когтями на передних лапах. Пришли к нам красноухие черепахи с юга США и с севера Южной Америки. Затем этот подвид начали активно размножать китайцы. Черепахи были интродуцированы, выпущены в природу и обжились во многих странах мира, чем плохо влияют на местные экосистемы. Их можно встретить в различных пресноводных водоемах, где они плавают в воде, греются на берегу, камнях и коряках. В случае опасности черепахи моментально соскальзывают в воду и уплывают, чем заслужили свое английское название слайдерс, или в переводе на русский скользуны. В природе красноухие черепахи питаются насекомыми, ракообразными головастиками, лягушками, улитками, водными растениями и рыбой. Маленькие черепашат в основном питаются животной пищей, а взрослые также включают в свой рацион растительную пищу. В неволе черепах кормят примерно тем же, но водные растения можно заменить салатом, одуванчиками. А при невозможности кормления насекомыми можно давать сухий полнорационный карман для черепах в виде гранул, например, сера, джебиэль, тетра рептамин. Для восполнения витамина А черепахам раз в неделю можно предлагать говяжью или куриную печень, сердце. Если вы даете рыбу, то это должна быть нежирная речная рыба с костями-внутренностями. Неправильно кормить водных черепах только рыбным филе, любым мясом, кроме мышей и крысят, фруктами, сыром, сосисками, колбасой. Все это приведет к проблемам со здоровьем, рахиту и ожирению. Если вы не хотите портить воду в аквариуме, отсаживайте вашу черепаху в пластиковый контейнер с водой комнатной температуры. А после кормления пересаривайте черепаху обратно в аквариум. Кормить черепах лучше утром и днем, чтобы они успели прогреться под лампами и переварить пищу. Черепах до 7 см кормят один раз в день, старших 2-3 раза в неделю. Скорее всего, ваша черепаха будет попрошайничать и требовать еды еще раз в этот же день или на следующий день. Тогда предложите лист салат или одуванчик вместо куска рыбы или сухого корма. Не захотела есть салат, значит не есть не хочет на самом деле. Для содержания дома красноухой черепахи вам потребуется горизонтальный аквариум от 120 литров для одной черепахи и 150-200 литров для двоих. В аквариуме должен быть хороший фильтр, лучше внешний. Сухой берег или большая коряга, наступающая над водой. Две лампы. Лампа нагрева на 40-60 Вт. И ультрафиолетовая лампа на 10-12% УВБ. Лампы в аквариуме должны гореть по 11-13 часов. Температура воздуха должна быть 25-30 градусов, а под лампой все 35. Зимой можно понизить температуру воздуха, поставив лампу на 20-40 Вт. Специально греть воду нет необходимости. Достаточно комнатной температуры воды 20-24 градуса. Но для маленьких черепашат можно повысить температуру до 26, так как они обитают на мелководье, где вода обычно теплее. Расстояние до ламп, которые располагаются над берегом, лучше установить 20-25 см, чтобы черепаха не могла обжечься и брызги от воды не взорвали лампу. Спячка не является необходимой для этого вида черепах. А кроме того, черепахи сами не пытаются осенью в нее впасть. У них лишь немного снижается активность и аппетит. Часто владельцы черепах хотят узнать пол своих малышей-красноушек. Но достоверно определить, самец у вас или самка, можно только когда черепахе будет 4 года или больше. Либо она достигнет длины панциря 10-12 см. Самки в детстве могут тоже вести себя как самцы, выполняя те же ритуалы ухаживания перед своим отражением, другими черепахами и даже недушеленными предметами. Живут в красноухе черепахи 30-45 лет. К сожалению, у них большая смертность из-за плохого содержания в неволе. В природе черепахи растут в среднем на 1,5 см в год. Также они должны расти в неволе, что достигается правильным питанием. Нельзя черепаху не перекармливать, не недокармливать, потому что иначе она вырастет слишком быстро или будет кривой. А если держать черепаху в маленьком аквариуме и кормить редко, то она все-таки вырастет, но он будет больной с кривым панцирем и вырастет уродцем. У красноухих черепах не самый добрый нрав. Они могут укусить хозяина за палец, а также кусать других черепах за лапы, шею, хвост. Иногда даже хвост откусывают. Поэтому мы не рекомендуем заводить больше 1-2 черепах в аквариуме. В случае агрессии рассадите черепах или увеличьте площадь аквариума, сделав там укрытие. Более подробную информацию про красноухих черепах вы сможете узнать на сайте черепахи.ру, а задать вопросы по содержанию и лечению на нашем форуме. С вами был канал Черепахи.ру. Спасибо, что смотрели этот ролик. Подписывайтесь и будьте с нами. Продолжение следует...